Седина, ее причины и как восстановить свой естественный цвет волос. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Этим видео я продолжаю рубрику «Век живи, век учись». Ее вы найдете на моем канале в YouTube в соответствующем названии плейлисте канала. В ней я буду давать ценные подсказки, конкретные советы по разным проблемам здоровья, нужные каждой семье, каждому человеку, рекомендации, которые помогут вам и всем нуждающимся, рецепты, которые я объясню полно и при этом кратко. Сегодня я расскажу вам, что такое седина, откуда она берется, то есть каковы ее причины, можно ли вернуть природный цвет своим волосам, как и чем это можно сделать, если, конечно, вы не будете лениться. Потому мое данное видео для тех, кто действительно хочет разобраться и закрыть этот вопрос для себя на всю свою жизнь раз и навсегда, то есть для тех, кто не хочет верить, а хочет понять все те условия, причины и факторы, которые объективно вызывают седину в любом возрасте, а в последние годы все в более молодом возрасте. И об этих причинах, данной тенденции, я сейчас подробно все расскажу вам. Сколько поговорок, пословиц, песен существует по седине? Смысл всегда один. Вроде это неизбежно и естественно. И ладно бы почтенный возраст. Но как вы думаете, во сколько лет в наше время начинают сидеть волосы? В 40, 30 или в 20? Так вот, давайте посмотрим и проанализируем этот вопрос. Я сам имею седину в бороде, но это не означает, что я не знаю, о чем говорю. Означает это только то, что зная, не делаю то, что избавило бы меня от седины. Почему не делаю? Потому что ленюсь. Знать и делать это не одно и то же, к сожалению. Если мы хотим понять и решить проблему, нужно проанализировать не только статистику, но и самоанализ людей, думающих и понимающих свою проблему. При обсуждении этой темы люди всегда делятся на две группы. Те, кто решил расслабиться и успокоиться мыслью о генетической природе седины, мол, ничего не поделать. И тех, кто ищет причины, то есть нервы, питание и так далее. Или, по крайней мере, экспериментирует, желая от нее избавиться и ищет, применяет разные рецепты и пытается поправить дело. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал в YouTube. Кто еще не подписался? И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые, очень важные видео. А нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете их посмотреть, особенно те, которые будут вам интересны. Поделитесь моим видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Конечно, если сочтете это нужным. Тогда вы будете получать важные рассылки, письма, уведомления. Первое. От еды седина однозначно зависит. Это факт. Это главная причина. Это 80% причин. Второе. Наследственность практически не влияет, а ее путают с образом жизни и питанием, так как перенимают привычки и образ жизни у родителей. Вот и результаты те же, что и у родителей. Третье. Но седина бывает уже в 14-15 лет. А это тотальный недостаток питательных веществ, в первую очередь минералов, о которых я расскажу чуть далее. Четвертое. Антиоксиданты виноваты, сказал один человек. Напротив. Антиоксиданты это антиокислители, они омолаживают. Он перепутал с консервантами, красителями и прочими химическими добавками, но в этом он прав по сути. Пятое. Про пирожки и прочую вредную, неестественную еду в точку, сказал человек. Шестое. Про щитовидку верно. Есть такая причина, поясню ниже конкретно в чем дело. Седьмое. Стрессы верно. Все знают и видели на практике, что это объективно. Восьмое. Нехватка витаминов верно, но каких это важно знать и не путать. А теперь давайте серьезно разбираться. Да, были случаи, когда страшные стрессы во время войн, особенно когда приходили похоронки, бомбежки, ужасы увиденного, люди чуть ли не моментально сидели. Но если отбросить именно эти случаи, то главные факторы иные. Молодые люди, подростки, те, кто едят чипсы, пьют газировки, едят не пойми что, все денатурированное, жареное, с консервантами, красителями, испытывают катастрофический дефицит минералов и витаминов, что непременно накладывается с иными факторами неестественного образа жизни, ночной жизнью и т.д. Но питание главное. Волос, дорогие друзья, это, конечно же, не живая структура, но формируется, строится волос из живых компонентов и в живых тканях нашего тела. Грубый состав волос это белок, кератин, минералы и пигменты. Цвет волоса человек определяет красящий пигмент меланин. Цвет волос зависит от количества меланина и от активности ферментов луковицы волос. Меланин это пигмент, который выполняет функции окрашивания волос, кожи, радужной оболочки глаз в определенный цвет и участвует в образовании ровного загара. Не путайте пигмент меланин с гормоном мелатонином, который является основным гормоном эпифизы и регулятором суточных ритмов, противораковым гормоном. Меланин это смесь полимеров, способных придавать окраску живым тканям. Существует, кстати, три формы меланина, а не одна. К примеру, один из трех дофа меланины, их еще называют эомеланины, они активно препятствуют распространению вредной бактериальной грибковой флоры в организме через кожу. Вообще главная задача меланина это защита клеток от пагубного влияния ультрафиолетовых солнечных лучей. То есть защита от свободных радикалов, в том числе от перекисти водорода, который является свободным радикалом, образующихся под воздействием солнечного света. Чем больше меланина у человека, тем темнее у него волосы. С возрастом, то есть с накоплением и постоянным воздействием свободных радикалов и иных проблем, например, связанных с недостатком нужных для луковиц волос питательных веществ, с ухудшением кровоснабжения меланоцитов, с чрезмерными загарами, повышается концентрация перекиси водорода, которая мешает меланину окрашивать волосы. И они теряют цвет. Пользуясь методикой инфракрасной спектрографии Фурье и Романовской, ученые заметили, что в луковицах седых волос накапливается перекись водорода, которая в микроскопических количествах образуется во всех волосяных луковицах, но в норме быстро расщепляется ферментом каталазы, то есть пероксидазы. Седина появляется, когда под влиянием возрастных изменений или заболеваний волосяных луковицах значительно снижается активность каталазы, а также метионин, сульфокси, дредуктаз А и Б ферментов, которые принимают участие в синтезе меланина, в результате чего продуцирование меланина снижается, что приводит к обесцвечиванию волос. Чем больше ультрафиолета, то есть пребывания на солнце, тем больше перекиси водорода образуется в коже, имейте это в виду. Так вот, в лабораторных условиях повреждающие действия перекиси водорода на ферменты синтеза меланина исследователи смогли предотвратить аминокислотой L-метионином. Это сообщают официальные СМИ, то есть сообщают медновости, официальное заключение. Внимание! Не задавайте вопросы про неумывакина и пользу перекиси водорода в приеме внутрь и даже внутривенно. Положительные результаты достигаются только в кратковременном его приеме, до месяца, и только потому, что это мощный свободный радикал, OH-гидроксилорадикал, который просто уничтожает в организме грибки, вирусы и бактерии, и оттого некоторым людям становится легче. Но необходим специальный реабилитационный период натуральными антиоксидантами, восстановителями, в том числе водородной водой. А продолжительный прием перекиси водорода оказывает большой вред организму, помните это. Вернемся к меланину. Синтез пигмента меланина запрограммирован, конечно, генетически, это верно, но, как правило, дело не в самом меланине. В процессе образования волосяной ткани меланин сливается с кератина, формируя цветовой оттенок волос человека. Меланоциты составляют только 5% всей клеточной разновидности эпидермиса. Они имеют ветвеобразные отростки, разрастающиеся по различным слоям эпидермиса. Меланоциты располагаются в толще кожи, во внутреннем ухе, в сетчатке глаза, в сосудистом слое сетчатки глаза. Так вот, по ходу эмбрионального развития клетки образуются у нервного гребня плода. Меланоциты могут быть источниками доброкачественных опухолей, это невус, и злокачественных опухолей, это меланома. Также уменьшение количества клеток может быть результатом аутоиммунного процесса, когда по определенным причинам иммунная система начинает атаковать собственный организм, собственные клетки, меланоциты в данном случае. В таком случае на кожном покрове появляются и проявляются бесцветные участки. Характерное заболевание данного свойства – витилиго. А откуда берутся аутоиммунные заболевания? Смотрите мои видео на моем канале. То, что аутоиммунные заболевания лечатся – это факт. Смотрите мое видео «Неизлечимое лечится». Меланин вырабатывают клетки меланоциты. Изначально он не имеет цвета, а только в луковице волоса меланин взаимодействует с особыми ферментами, и тогда становится определенного цвета. Наполняя полость волоса при его росте, и волос становится определенного цвета. Когда ферменты перестают вырабатываться, и или их становится недостаточно, чтобы придать цвет меланину, то меланин, пока волосы растут, уже поставляется волос при его росте прозрачным, и волосы седеют, не имея цветного пигмента. То есть это происходит, когда между белком и кератином встраивается бесцветный пигмент. Если он вообще вырабатывается, и пузырьки воздуха. Если нет пузырьков воздуха, а пигмент бесцветный есть, то волос будет белым. Но значит, что человек будет блондином, но не седым. А если пузырьки воздуха есть, то волос седой. Итак, симптомами, некоторыми симптомами недостаточного синтеза природного пигмента меланима являются, например, склонность к ожоговым состояниям кожи после непродолжительного пребывания на солнце. Это неравномерное изменение цвета кожи после загара. Бледный оттенок кожи. Появление на теле участков белого цвета. Витилиго, о чем я говорил. Поседение волос в молодом возрасте. Потом раннее появление пятен и морщин на коже. Характерных для людей более преклонного возраста. Ну и блеклый цвет глаз и прочие признаки говорят о том, что недостаточно синтезируется меланим. Но запомните, чем лучше кровоток, тем лучше продуцируется меланим. Волосяные фолликулы питаются микрокапиллярами, как и все клетки нашего организма. Нервная же система, она контролирует работу всех остальных систем организма. И если по нервной системе плохо импульсы проходят к фолликулам, то это тоже есть проблема. И от этого может быть нарушен синтез меланины. В-12 надо проверять при обследованиях на кровь. Главное гомоцистеин. Обязательно смотрите мою лекцию про В-12. Медь. Важнейший микроэлемент. Дефицит меди вызывает много болезней, в том числе импотенцию, токсикозы, эпилепсии, анемии, гастриты и онкологию. Если человек толстый, если есть грыжи у толстого человека, это точно дефицит меди на 100%. Пупочные грыжи. Кстати, раньше делали как медную пластинку или монету, прикладывали, ну и браслеты и так далее. И действительно помогало. Хотя медь, конечно, через кожу усвоиться не может. Это надо помнить, иметь в виду. Но там и другой эффект, скорее всего, волновой. Медная посуда. Очень важная тема. Посмотрите мое видео про медь и медную посуду. И не покупайте ни в коем случае медь со свинцом, а только изделия из 99,9% содержания чистой меди марки М1. Но вы должны знать и помнить, что в посуде и прочих изделиях медь неорганическая. А для биологических процессов нужна только органическая. То есть в составе сложных соединений с белками, жирами, углеводами. И получить ее, такую органическую медь, как и иные минералы, можно только из живых клеток, живых плодов, семян, трав. Пока они не подверглись воздействию высоких температур. То есть варки и жарки. Та молодежь, которая вовсе или практически не питается живой пищей, а ест не пойми что и не пойми где и начинает сидеть раньше, чем начинали сидеть их родители, что естественно, то есть закономерно. Медь органическая есть в фокусе, есть зелени. Больше всего в арахисе, фундуке, грецком орехе, горохе, гречке, чечевице, фисташках, фасоли, овсе, какао-порошке. Больше только в печени животных, поскольку у животных, как и у человека, для обеспечения многих химических реакций и процессов в организме, она, то есть медь, запасается в самых высоких концентрациях, как например витамин В12. Именно в печени. Рекордное содержание меди в печени трески, а в сыре, яйцах, твороге и прочих животных, так называемых продуктов, гораздо меньше. Ну, например, скажем, в фундуке 1,13 мг на килограмм, а в твороге 0,07, то есть во много раз меньше. Это, к слову, о вегетарианстве. Чтобы никто не говорил больше глупости про то, чтобы якобы из животных мы, мол, можем получать всё и только из них, что нужно и даже больше, нежели чем из растений. Это глупость. Более того, молоко и кисломолочная продукция вызывает нарушение медного обмена в печени, вызывает дефицит меди в организме. Также нарушают медный обмен в печени паразиты, особенно те, что поражают печень, например, аписторхи. Обязательно посмотрите эту мою лекцию по паразитам, полную, 4,5-часовую. Но хотя бы вот эту короткую, а как её посмотрите, поймёте, что вам надо, просто необходимо посмотреть полную лекцию и не будете лениться тратить на просмотр этой лекции своё время. По остальным минералам пройдусь совсем кратко. Итак, кремний очень важен для нормальной работы и выработки меланина. Это ячневая крупа, кукуруза, те же продукты, что я перечислял. Бобовые, репа, топинамбур, редис, селен, он содержится в кокосе, в чесноке, во многих грибах, особенно в белых, в кукурузе, в тех же бобах. Цинк. Рекордсмены, конечно, устрицы, 60 мг на 100 г, но в тыквенных семечках 7,44, к примеру, а в той же говядине 7,06, то есть меньше, в яйцах вообще 1,1. Кедровые и прочие орешки, горох, чечевица, гречка, арахис, фасоль, семена подсолнуха и другие семена. Везде в них содержится цинк. Железо, важнейший элемент, он есть в зелени. Все, что зеленое, там много железа. Естественно, в орехах, в избытке. Проращивайте эти зерна, ешьте их в молочной зрелости. В 5-7 дневных проростках больше всего полезных веществ. Ну, а также очень полезны люцерна, сныть, крапива, листья дуванчика, горчицы, хрен. Они рекордсмены по содержанию и железа и других многих минералов. Запомните, кровообращение кожи головы необходимо при том, когда волосы редеют или седеют. Массажи, расчесывания будут очень полезны. Пейте живую активированную водородную воду с анионами водорода. Смотрите мои лекции по воде. Обязательно для начала вот эту лекцию посмотрите. Ещё одна причина важной седины – это нарушение в работе эндокринной системы. Дело в том, что щитовидная железа вырабатывает тирозиназу. При альбинизме, к примеру, в человеческом организме вовсе отсутствует фермент тирозиназа, который обеспечивает выработку пигмента меланина из фенилаланина и тирозина. У светлых людей его тоже меньше, чем у тёмных. Внешнее проявление недостаточности тирозиназа следующее. У таких людей светлые волосы, бледная кожа, розовые радужные оболочки глаз. У индивидов с этим заболеванием отмечается повышенная чувствительность к действию солнечных лучей. Очень важно, особенно для женщин, слушайте внимательно, пара слов про окрашивание волос. Дело в том, что при производстве красок для волос используются тысячи различных химических соединений и веществ. Чем темнее волосы и более тёмные краски используются, тем опаснее для здоровья последствия. Человек красит волосы и получает эти химические вещества через испарение, при вдыхании в лёгкие, а через них в кровь и во все органы через кожу и дальше опять-таки в кровь. И эти химические вещества сосредотачиваются в наших защитных барьерах, в лимфоузлах, вызывая лимфомы различные. В мочевом пузыре, как ёмкость, откуда выходят из организма многие токсические соединения, вызывая рак мочевого пузыря, к примеру, так. Это имейте в виду, пожалуйста. Несколько важных сведений, внимательных, послушайте. Между эпидермисом и дермой находится базальная мембрана. Она отделяет эпидермис от дермы. Над базальной мембраной находятся клетки меланоциты, как раз те самые. Они защищают кожу и весь организм от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, о чём мы уже, в принципе, говорили. Ну, а меланома – это и есть мутация меланоцитов. То есть, этот рак кожи берётся из меланоцитов. И эти факторы возникновения важнейшие, имейте в виду. Снижение количества меланина до критического уровня может привести к развитию болезни Паркинсона или меланомы. А для выработки красящего вещества, вот этого пигмента меланин, необходимы витамины. Главным образом – парааминобензольная кислота, то есть, витамин В10. Очень важно. Для того, чтобы стимулировать преобразование аминокислот в меланин, нужны ферменты, которые содержатся, например, в пшенице, кунжутных семенах. То есть, надо есть проростки, ещё раз говорю. Тирозин, вот он участвует в синтезе натурального пигмента. Это горох, семена, проростки, всё, что я говорил, да? Триптофан, который влияет на уровень природного пигмента, в большом количестве имеется в различных видах орехов, финиках, бананах, соях, бобовых различных, то есть, чечевицы, горох, маш, нут и так далее. В злаках. Кстати, эта аминокислота влияет на хорошее настроение. То есть, всё есть в живой растительной пище, в избытке. Просто надо это знать, помнить и применять. Итак, реальные причины седины. Давайте подведём итог. Во-первых, недостаток меди в организме, нарушение медного обмена в печени, снижение активности фермента пероксидаза, как следствие снижение концентрации пигмента меланина, снижение концентрации В12 и других витаминов группы В, а также витамина А. Пятый пункт. Щитовидная железа не вырабатывает терзиназу или вырабатывает её мало. Это болезни почек, печени, сердца, крови, гормональные нарушения, герпес, длительный приём антибиотиков и гормонов, дефицит некоторых минералов из-за ограничения питания и неразумных диет, химия и экологические, ну скажем, антропогенные факторы, влияние этих факторов, влияние тяжёлых металлов на кожу головы, то есть это экология жизни, автодороги, влияние вокруг окружающей нас, среды на нас, на кожу непосредственно. Это облучение химиотерапии, затяжные инфекции различного рода, это естественно, алкоголь, табак, кофе, очень вредный фактор, сладости, то есть сахара синтетически, потом закисляющая, термообработанная пища. А под воздействием каких факторов этих ферментов становится меньше? Ну, например, любимая перекись водорода. Происходит поражение сосудов и нервов, которые питают и дают возможность активно питать волосиные фолликулы под воздействием именно перекиси водорода. Помните это. Что надо исправить и что нужно делать? Ну, во-первых, потреблять аминокислоту метионин. Продукты, в котором содержатся, я уже назвал. Питание с достаточным количеством аминокислот. Пройти антипаразитарную программу обязательно. Смотрите мою лекцию лисички. Все аминокислоты получать из пищи в обязательном порядке. Это спирулина, это протеин спецназ, только который без химии, без ешек и без сахаров. Массаж кожи головы, расчесывание, свести к минимуму переживания, стрессы. Шампуни обязательно использовать живые, растительные без химии. Пить водородную воду из безопасных приборов, генератора водорода и зеленые коктейли обязательно. Втирание в кожу головы специальных мазей. О них я сейчас расскажу ниже. Ну и переход желателен на сыроедение, то есть живое видовое питание или хотя бы близкое к этому. Плюс овощные соки потреблять по норму на океру. Существуют разнообразные препараты растительного происхождения, которые используются для восстановления меланоцитов путем их разнообразной стимуляции. Это кремы, мази. Вы сами можете их сделать, я вам сейчас расскажу как. Вот рецепты, проверенные практикой и временем. Первое. Жгучий красный перец. Он отлично активизирует кровоток, укрепляет корни волос, улучшает выработку меланина, а также, кстати, он действует пагубно на демодекоз, то есть подкожных клещей. У кого они есть, конечно. Итак, 15-20 сухих стручков жгучего длинного перца. Нужно залить полулитрами водки. Поместить в темное, теплое место на 20-30 дней. Потом можно хранить в тепле, ну, если не более 6 месяцев или в холодильнике более года. Настой встряхивается перед применением, ну, а за час перед каждым мытьем волос наносится, втирая. Лучше это делать ежедневно. Если не будет потребности мыть голову после высыхания этой настойки, то можно, в принципе, и не мыть. Ну, а после мытья головы, важно мыть голову только с натуральными мылами, шампунями, надо применить следующий метод. Взять корни лопуха, мелко нарезать, залить 60% настоем спирта, то есть полностью банку насыпать корней измельченных, залить спиртом сколько влезет, настоять 10 дней и втирать этой настойкой и смачивать этой настойкой кожу головы несколько раз в день. Чем больше, тем лучше. Можно чередовать месяц и месяц, например, вот с таким рецептом. Укроп и лопух. Предварительно надо измельчить корневище лопуха. Взять 2 столовые ложки, насыпать в термос вместе с 2 столовыми ложками семян укропа, залить стаканом кипятка, закрутить крышку и оставить на 3 часа в термосе. Готовое средство надо втирать в корни волос ежедневно, можно 2, даже 3 раза в день. Ополаскивать волосы после мытья хорошо бы настоем крапивы. Крапива помогает восстанавливать работу красящего пигмента меланина. Можно делать так. Если мы говорим о втирании, то можно применять и чередовать вот эти следующие методы. В стакан кипятка добавить 3 десертные ложки мелко нарезанных степлей листьев крапивы. Настоять в течение 2 часов в термосе. Затем отфильтровать и смешать с чайной ложкой столового уксуса. Ну а далее эту смесь аккуратно наносить на корни волос, осторожно втирать массажными движениями в кожу головы. Выдержать так 40 минут, 60 минут или чуть больше. И потом смыть в прохладной или комнатной температуре проточной водой. Процедуру проводить так 2-3 раза в неделю, можно через день на протяжении полутора-двух месяцев. Второе. Чуть подогретые 3 чайные ложки кастрового масла натурального взять и добавить к ним по 1 чайной ложке дикого меда и лимонного сока. Хорошо перемешать и в теплом виде, но не горячем. Эту маску втирать в волосы, ну сделать как бы челну на голове из махрового полотенца или сначала пергамента можно закрыть, а потом обмотать для сохранения тепла и лучших обменных процессов. Буквально на 25 минут. Далее это смыть, то есть смыть эту маску теплой водой или тем раствором, что я приводил выше. Пользоваться от 3 месяцев. Чередовать методы желательно. Ну, конечно, введите в рацион как можно больше ягод, особенно лесных, особенно черных, диких, таких как голубика лесная, черника и прочих. Ну, а помимо примочек и мази, используйте вот эти древние упражнения. Значит, как это сделать? Сложите обе ладони вместе. Надо совместить ногти обеих рук друг против друга, то есть подушечки пальцев двух рук совместить вместе. Затем быстрыми движениями потрите их друг от друга. Эта процедура увеличивает приток крови кожи головы и помогает в укреплении корней волос. Делайте это в течение 5-10 минут 3 раза в день. Сок и кашица из вишни, кстати, очень хорошо помогает останавливать процесс поседения. Кстати, сок вишневый сезонно пейте каждый день по стакану по 2. Ну, а вот эта вишневая кашица за час до мытья головы хорошо бы нанести на волосы в сезон. Надеть шапочку, укутаться полотенцем минут на 20-30. А вот вам еще два древних индийских метода. Один из самых эффективных природных средств для, ну скажем, восстановления природного цвета волос, это регулярное применение кокосового масла. Кстати, потребляйте его в пищу тоже обязательно. Но надо использовать только органическое кокосовое масло, в том числе для массажа кожи головы, каждый вечер перед сном и смывая на следующее утро. Подогретую чашку кокосового масла, это 100 граммов масла, и добавить несколько, примерно 10 капель миндального масла и экстракта листьев гибискуса, ну или молодых 5-6 листьев гибискуса. И одну чайную ложечку порошка пажитника. На пару подогреть, перемешивать около получаса, ну не поднимая температуру выше 70-80 градусов. Потом хранить в стеклянной банке в холодильнике до недели. Надо наносить на кожу головы через день, от 3 месяцев и более. Лучше чередовать вот с этим методом, который я приведу ниже. То есть, 2 месяца первый, что я сейчас сказал, а третий месяц, вот этот метод. Берется ягода Амла. Она является таким популярным средством в Индии для лечения и поддержания волос. Ее можно найти в виде порошка в некоторых индийских или азиатских продуктовых магазинах специальных. Так вот, для лечения седых волос с порошком из ягод Амла смешать надо 1 чайную ложку порошка Амлы с 1 чайной ложкой лимонного сока и 2 столовыми ложками кокосового масла. А потом массажными движениями в теплом виде наносите эту смесь на кожу головы, оставьте ее на ночь, укрыв пергаментом и каким-то полотенцем. Утром помойте голову с шампунем. Но если вы не можете оставить ее на ночь, тогда хотя бы на 30 минут этот компресс сделайте. Ну что ж, вот и все, дорогие друзья. Единственное, что еще хочу сказать. Обязательно меняйте питание, потому что на нас с вами, на любые проблемы, создавая эти проблемы, действуют основных 9 причин, 9 групп факторов проблем. Чем больше этих проблем мы из своей жизни уберем, тем быстрее и ближе мы будем к здоровью. Посмотрите обязательно данное видео, вы поймете, о чем я говорю, что я имею в виду. Но питание, дорогие друзья, это самый главный фактор из всех. Именно то, что мы едим. И от того, что мы едим, будут так или иначе складываться, синтезироваться, делиться, замещаться клетки нашего организма. И потому именно ложкой и вилкой мы копаем себе не только могилу, как гласит мудрая пословица, но и в том числе мы создаем свою раннюю седину, как одно из проявлений дефицита каких-то питательных веществ в организме. Поэтому, если вы все выпишите на бумагу, что я сказал, составите себе алгоритм, то есть план действий из моей лекции, и не будете лениться, а будете трудиться над собой, то вы сможете вернуть себе природный цвет волос, как это сделали многие люди. Ну что ж, до новых встреч. Пишите свои отзывы под видео, делитесь этим и другими моими видео в соцсетях. Здоровья вам и вашим волосам. До встречи.